приветствую это видео ну скажем так частичная лекция частично исторической рассказе но главная цель этого видео попытаться ответить на вопрос который вы очень часто задаете очень часто обсуждаете еще чаще спорить что же лучше социализм или капитализм с моей точки зрения ну сэр был социалист и большое количество людей как бы могли проверить на практике что это такое как это работает или как это не работает но поймаете всегда люди недовольны по этой причине вот эти разговоры то не социалист да сэр был неудачный но если бы ее немножко подправить было бы все хорошо типа ну наверное и по этой причине дискуссия а что если да действительно а если бы справиться цели класс так вот смотрите я вам сейчас расскажу экономико историческое видео как пытались усовершенствовать социализм и что с этого получилось да 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 вы что думаете вы только первое умоляю но видео будет длинные умные и для самых-самых-самых любознательных умных людей потому что если лозунги да здесь видео покажется очень скучным или непонятным что я расскажу смотрите есть шикарный опыт польской народной республики там пытались усовершенства социализм пытались причем очень разными методами и в принципе ну как вы сами понимаете что-то хорошее что-то плохое не бывает при этом ну вы естественно сейчас знаете какая мощная польша да и очень часто разговоры ведутся ну вот там им помогали американцы евросоюз и это тоже пару слов скажу ну как же без это но я хочу рассказать следующее как социализм протекал в польше заодно зайдем немножко в теорию ям очень кратко но расскажу в чем заключается модель социализма именно в таком варианте ну как ее реализовали в польше в ссср то есть в чем и чем модель капитализма ну и самое главное покажу как разные методы использовали для усовершенствования социализма и какие они давали эффект положительно отрицать ну и соответственно завершим наше видео вспомним как из польской народной республики превратилась республика польша как она стала членом евросоюза ну и что сейчас или что будущее итак начинаем наше видео начнем немножко сдалека когда советская армия оккупировала территорию польши ну как вы сами понимаете сталин решил сделать на территории польши марионеточное правительство марионеточного государства и это действительно на традиция если государство марионеточное и называет народ по этой причине называлась польская народная республика это вот намек днр лнр что как только марионеточное государство но народное хотя в действительность никакого народа и смотрите какая возникла забавная ситуация у польши ну как вы сами понимаете советский союз чаще всего в своих марионеточных государств ставил во главе лидеров коммунистических партий а тут возникла проблема 30-х годах коммунистическую партию польши уничтожили уничтожили уничтожил сталин там понимать как ситуация вот поляки гоноровые и начали критиковать ленина до сталина то мало того начали говорить что ссср неправильно строится ну короче там действительно руководство старой коммунистической партии было уничтожено пригласили в москву расстреляли и даже смотрите какая получилась ситуация когда советская армия оккупировала польшу вылавливали который выжилище старых коммунистов или в сибири или к стенке то есть уничтожали то есть коммунистов ни за что а как же так ну народную республику выглаешь должен быть коммунист то ведь там были таки новоделы две была партия рабочая и социалистическая да да социалистическая партия ну в их что называется там сделали с колес там такие забавные ребята появились и вот их 45-м году били и назвали польска объединенная рабочая партия и вот это и было в польше что-то наподобие коммунистов то есть больше коммунистическая партия была как бы ну не совсем коммунистическая а вот это был хотя как вы сами понимаете это никого значениями руководящие органы контроль все осуществляться с москвы даже мисс обороны больше был рокоссовский ну стали назначил ну чтоб контролировать ребята ребята и начали строить социализм ну понятное дело война сильно потрясла польшу спорить не буду развалены ну дальше все гениальное начали отбирать землю у людей то есть загонять их колхозы но в польше это называлось кооператив ну то же самое плюс ко всему конфисковали понятное дело заводы фабрики магазины тогда что он подобно то есть буржуевы мало того очень много польской интеллигенции сослали в сибирь вообще были массовые ареалт если человека было выше образование польская его арестовали отправляют себе но считалось не очень надежный человек то плюс ко всему даже такая ситуация ремесленников начали занять там цеха то есть под концу то есть фактически превращать в обычный советский союз где действительно все под контролем все запрещено и так дальше всем этим занимался был такой там лидер первый секретарь пор в польской бен рабочей парке беркут занимался контролирует такой матерый сталинец ну естественно начали зажимать и церковь хотя тут смотри какая тоже забавно ситуация кардинала польской церкви посадили в тюрьму как и пложно обвинили что он сотрудничал с фашистами так раз все наоборот действительно не сотрудничал с фашистами и в рамках фашистов он был под домашним арестом за счет такая ситуация но самая ситуация что даже когда с москвы позвонили сказали что надо в честь сталина честухов назвать сталина грудском даже вот этот махровый сталинист город не рискнул знаете как ну уж если вы знаете чисто есть икона матка боска чистых овская такая знаете ну супер святая для польши для католической церкви знаете матка боска сталиногрудска и соленогрудска не пойдете по этой причине назвали каталина грудка даже такая вещь а потом там 1956 год доклад хрущева ну понятно берет был делегат но гостем сердце считается что после этого доклада ему стало плохо и он заболел сложно сказать некоторых отравили некоторые заболел так или иначе он действительно после этого довольно быстро умирает там даже назначили был я заместитель а дальше дальше происходит действительно события ну довольно интересно смотрите понятно когда сталин умер хрущева пришел к власти он начал менять ну руководство вассальных стран ну поймите по большому счету все эти страны они были марионеточные руководители были например что поставить руководителя польши сначала согласовывали это все как вы сами понимаете с москвой чтобы поставить руководителя связано чехословакии с москвой так дальше и по этим всем странам словак и венгрии там все в румынии все было нормально согласовали поставить с опыта а тут нет а тут не так тут произошла такая ситуация на пленами цико член цико который до этого посидел в тюрьме ну то есть во времена вот этого берута сталина и о посадили хотя он игрой и сопротивление участнику на рынке на то что он действительно во время войны активно просто с фашистом то есть его назвать ну никак звали его гаммулка и по владиславу стимеет по и получилась такая ситуация он начал ну поменьше раньше как происходило все говорили от старшие товарищи спасибо за работу и от новые а тут нет вот это гаммулка начал открыто критиковать и сталинизм и политику который проводил берут и вообще строительство социализма в польше ужас то есть начал с плену а потом съезд и тут такой пошел но рюш то везде как бы было так типа скромно а тут со скандалом с криками с критикой решетали в этом не работает плохой вот то что вы критикует что социализм но несовершенно надо улучшить сделать недостатка лично хрущев приехал на съезд партии ну польских коммунистов точнее пор и выступил против но когда он увидел что творится мало то войска советские пошли чтобы захватить варшаву да 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 тут для советского сказки нужны быть но понимаете получилась ситуация что даже ракусовский понял контроль теряет он теряет контроль над польской армией то советской команды хрущев испугался испугался до смерти да махнула рукой грекла и вот это гаммулка владислава господин будет гаммулка стал первым секретарем польской объединенный рабочий партнер и начал проводить реформы а сейчас с вашего позволения небольшая экономическая лекция потому что это что вы поняли что он делал для чего это дело ну для начала надо немножко экономической теории небес хорошо давайте смотрите конечно вы слышали кармарс энгельс но вообще скажем так это все не главное кармарс энгельс а есть еще почитайте кауску туган барановского ну даже рекорда если почитать вообще что вы правильно поняли кармас ничего не изобретал он был одним из скажем так людей которые поддерживают так званый вульгарный материализм да что-то означает ну там есть другие направления логика заключалась в следующем вот эти вот чёные а этот мысли появилась 19 веке что не в середине 19 века появились вульгарный материалист которые высказали такое мнение что капитализм а точнее рынок это плохо почему но если с рынок значит есть богатый бед плохо плохо если с рынок есть безработные плохо если с рынок ну не бывает идеально развитие всегда есть всплески падение кризис если есть рынок значит всегда цены как бы движут если есть рынок то всегда имеет место то что любой капиталист хочет но ум меньше заплатить больше изработать плохо но ему причислять ну что плохо при капитализме и тогда вот эти вульгарные материалисты пришли к выводу а давайте мы уничтожим рынок и будет хорошо появилась социалистическая идея вот она социалистическая идея предполагает следующий рынок нет но вы сказать постой так а все очень просто не в в данном случае если почитать на энергию за больше маркс насчет это слабенько каутской ул там они но они описывали вот они еще описали какая должна быть настоящий социализм все очень просто государство во главе стоит государство где там управляется умными людьми все все это понятно все все предприятия весь так сказать все всем надлежит государства то есть частной собственности не существует в результате что получает тут все предприятия аграрный сектор торговый все все государства значит соответственно получается производится продукция правильно соответственно выплачивается зарплата правильно тут ведь на выплачивается пенсии правильно зарабатывается доход правильно и всем этим распоряжает государство то другое слова государство контролирует сколько чего произвели заодно планирует сколько чего произвести и государству планирует какие должны быть цель какая должна быть зарплата какая должна быть пенсии другими словами рынка нет четкое планирование сделать так по такой цене отдать по такой цене вы поработали получили зарплату такую все хорошо вы на пенсии получили такую печь все ну с точки зрения теории казалось идеально если все это разложить по полочкам значит соответственно кризисом нет ну нету перепроизводства можно очень четко мы посчитать сколько товара и чтобы зарплаты пенсии как раз хватало на товар то чтобы не было лишних денег цены растений будут правильно логично мало того сразу глядя постойте вот а давайте так чтобы выпускать только ту продукцию которые нужно ну прикинули а людям надо вот это выпускаем а вот это не выпускаем вот это выпускаем идеально бра теории практически такую же модель социализма построили в ссср и построили польши что это означает ну национализировали все забрали все предприятия принадлежат государству вся продукция которая производится предприятиями распределяется госорганами вся прибыль как только не существует потому что она вся изымается при этом зарплату уплачивает государство пенсию плачу государства все цены контролит государству соответственно чатного не существует а теперь возвращаемся к польши какую же реформу сделал кому ну понимаете когда это все сделали какая проблема карточная система есть почему потому что не хватает не хватает вторая проблема очень низко производится труда ужасно не стану понимаете нет стимула нет человек знает как бы ты не работал ты получаешь это и как у себя память когда начали создавать вот эти вот польские колхозы кооперативы с продуктами ужасно ситуация колоссальная ситуация то есть ну ужас и тогда мог будучи действительно кумнистом объезженным марксистом ленинцем так дальше принимает решение а давайте мы все-таки сделаем так вот если кто-то хочет работать кооператива колхоз пускай работает а кто хочет быть частником пускай будет часть вот действительно 1900 ну практически через год 57 году бросил крич начать кооператива собираются если не считают что им удобнее работать самостоятельно расходятся то есть другими словами нужно это загребали все вот твое хозяйство отобрали это отобрали это отобрали сперченоброс кооператив принял решение расходимость так это твой кусок земли был забирали твоя кровь была забирать и действительно кооператива польши практически полностью исчезнет там немножко осталось и они действительно полностью исчезнет потому что оказалось люди не хотят работать колхоз да вы должны представить как москве ругали гамуку там действительно ну они конечно его как это социализм и тут а что еще сделка мог вот смотрите есть ремесленники ну скажем вот такие люди которые там потом мелкий бизнес это он разрешил частный мелкий бизнес больше крупные заводы государства фабрики за государством порты за государством а вот мастерская ну там ну знает там по ремонту примасов частная часовая мастерская частная ну что еще а разрешил давайте так называем кабак не ресторан то есть ну кафе частный разрешил разрешил то есть грубо говоря он чуть-чуть сделал польши капиталист помните вы время от времени мне задает вопрос а вот нет не мог бы по сердцу а не мог модели социализма не дает так вот гамуку фактически нет вернул он сделал польши нет есть единоличники но крестьяне они работают на своей нет извиняюсь не стоит там вот землей немножко был вопрос земля была государственной собственности а крестьянина и и давали как бы ну пользование но бессрочно то есть другими словами он работает его дети работают так дальше то есть забрать кусок земли могли токов но если старт на необходимость а тогда вот работаешь все нормально и получилось что смотрите есть частные там мастерские есть частные ну кафе ресторана нельзя было час кабак может то есть да пожалуйста замечательно классно развивается ну вы сами понимаете базар и ну как вы сами понимаете с частным но фермеры подпись вот надо фермеры год это 57 год больше фермер при том что социалист фермер но как вы сами понимаете фермер то фермер но смотрит далеко не отошел по этой причине вот этот польский крестьянин был обязан сдавать часть продукции сдать а продавать часть своей продукции по сценам ну как бы закрома родин и действительно было как бы разнарядка были нормативы если он не выполнял штрафовали там не просто так а одесса что у не оставалось если не оставалась какая-то часть продукта он имел право продавать на базаре вот тут же цены свободы вот он пришел на базар я продаю молоко пожалуй я продаю творог пожалуйста а вот задаешь государство не тут цена у суда причем ну как вы сами понимаете в старственных магазинах цены контролируют зарплата с выработником польши четко контролировалась в варшаве сколько кому как то есть социализм осталось весь социализм остался вот эта модель когда умное руководство все смотрит чуть-чуть разрешили капитализма чуть-чуть там где сельское хозяйство ну и вот где очень мелкий бизнес тоже время тренируете вот пить вот если бы сейчас решили вот разрушили сделали то сделали это все причем как вы сами понимаете прошу 57 год там шестья шестья трое дальше дальше да действительно на ком-то этапе будут какие забавные случаи советская шваска стояла польши или даже советские люди ну время тренировки на турисийские поездки приезжали польши когда они приходили попадали в такой частный кабачок них такого зато во первых там кабанчик на вертеле печется еда очень вкусная чертовски вкус до дурения не столовской в чертовски там хозяин пиво наливает причем хорошая или водочку общего правильно поняли там ну и пиво водочка водочка популярно и конечно когда люди приезжают частник кабак как может можно ну еще это 50-е года 60 это не ну не горболеете те это все было действительно ну народ наши военные кота там служили некоторые офицеры упивались чем говоря потому что не представляешь там такой кабак бау тоже ну ну поцар такого не мало быть ну что там как только появляется директор начальник все все директора начальники воруют повара воруют официанты воруют все плохое и качественное появляется частник все классно а так это зараза работает а так и работает но просто верю что тут было четкое сравнение вот этот кусочек рынка до собственника бака эту собственно и качество сразу залетать но и цены конечно повыше пожалуйста вот есть кафе государство качество ужасно цены низкой и сколько ты не стал проверяющих качество не растет и зараз а так это работает тоже потом стало а стало то что наверно гумолка высокий не читала работы товарища троцкого не я не шучу еще на двенадцатом съезде партии но бкпб когда был троцкий делал доклад и тогда он громил ну то ставишь и был так сказать на подъеме еще не про вас ленина бакарин он критиковал а ну как бы руководство чем это за ножницу т и говорил что это погубит социализм что не извратили социалистскую идею что они не марксисты это слово отростка и почему-то горит и знаете что фактически тогда было это шнеп чтобы правило 12 спать и что практически получилось то же самое путь как вы сами понимаете да вот фермеры да они работают зарабатывают выращивают продукт питания но они обязаны опять часть продукции причем большую продать государство за фиксированной цены от эти цены очень низко и заведомо занижены почему ну как считали значит так нам надо чтобы на выходе в конечном итоге когда в магазин придет там масло нужно быть такое в результате таков что молока должна быть такая и когда польский фермер минуту но если я продам молоко по эту цену за этой ценой у меня получится убыток себестоимость молока меня выше цена закупочка а почему выше потому что получалось как у него закупали очень дешево а ему продавали минеральное удобрение очень дорого технику очень дорого там горючее очень дорого вот это есть разница вот это и ножницы цен когда промышленные товары заведомо дорогие а их все они хватают а прокпитание заведомо низкие ну тогда еще хитро за счет такой вот ножницы цен но создарство как-то обворовывает фермеров обворовывает обворовывает но за счет этого них есть дешевых продукты и не могут более-менее скажем так балансировать то есть они прибыль забирает себе свой бюджет тратить на всякие глупости который никому не надо но фермер обворовывается результате да действительно произошла ситуация мне хоть был момент когда сидит он хорошо ну дайте с наш но прошел год два три десять шестидесятые года шло дальше и тут уже ну понимаете всегда надо вовремя если вы хотите делать рынок но когда вы сделали рынок только сельском хозяйстве а все остальное промышленс торговля социализм она это что называется скрестить ежа уже оттяжом или так дальше он и не работает она не мог работать он начал приводить к самому банально противоречия когда те же фермеры им стало невыгодно но грубо говоря ну просто получалось так что им проще вообще не производить молоко чем его производить потому что получается они теряют больше им проще не выращивать картофель чем я выращиваю им проще не выращивать мясо чем я врать потому что расходов больше чем не зарабатывать и действительно началось ну вы сетте саботаж то не саботаж вот представьте вы работаете вырастили продукцию продали и вы вышли в убыток Делаем вывод. Что должны делать? Не должны выращивать. И практически, да, производство продуктов питания начало катастрофично падать. По той простой причине, что хотя, ну, вот Гмолко считал, что ну хорошо, я здесь делал капиталист, здесь социалист, будет все хорошо. А цены, цены. Если ты делаешь цены рыночные, да, но если ты делаешь цены фиксированные, не рыночные, и хочешь, чтобы капиталист работал, а, не работал. Возможно, вы слышали, что в 1970 году в Польше были такие восстания, бунты, в результате Гмолко скинули с власти. Первый, в котором ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии стал Герек. И причина этих бунтов связана и с сценами. Ну, понимаете, какая ситуация? В каком-то этапе Гмолко понял, надо что-то делать, и он поднял закупочные цены, и поднял цены на продукты питания, естественно, в самой Польше. Но поднял резко. Вот это тоже, вот я говорю, в чем беда всегда вот этих планов экономик. Там проблема вовремя не реагирует, и получилось, проблема накапливалась, накапливалась, потом он поднимает, и получилось так, что на продукт питания очень резко поднялись цены, и закупочные цены резко поднялись. Да, поднялся бунт. А зарплата-то не выросла. Ну, понимаете, в чем проблема? Если ты поднимаешь цены, ну, в рыночных условиях, то и зарплата растет. А в социализме так не бывает. Зарплата там не растет. Зарплата – это государство. И вот так и получилось. Продукты подорожали, зарплата не выросла. Ну, народ вышел на бунт. Да, там, конечно, по большому счету, Герек подсуетился, чтобы Гомулка снялась. Такая шнеки такая. И да, Гомулка шел. А что сделал Герек? Ну, во-первых, он пообещал Брежневу, то Брежневу же было, что будет все хорошо, что сейчас он наведет порядок, что эти все выходки Гомулки – это ошибки и так дальше. И попросил денег. Советский Союз действительно дал кредит, но не деньгами. Во-первых, дал очень много продуктов питания. Ну, в долг, правда. Так и не рассчитались, пока не дивляйтесь. Дал еще уголь, горючий. То есть, грубо говоря, он дал пропитание. В результате, что произошло? Закупочные цены все-таки не снижал Герек, но снизил розничные цены. В результате вот это разница. То есть, ну, чтобы правильно говорить, смотрите, молоко закупают по одному злотому или даже по два злотика, продают за один злот. А где разница? А разница, что дешевых, продуктов питания за СССР. Да, вот, кстати, так что, что СССР получилось, датировал? Да, да, да. Ну, это же вот и есть трюк, когда марионеточные государства надо как-то спасать. Ну, вот и СССР спасал марионеточные государства. Бубыток своим, да, экономики. То есть, грубо говоря, ну, действительно, первоначальный Герек просто паразитировал. Ну, он понимал, что Брежнев паникует, что ему надо показать, что вот в моем марионеточное государство хорошее и... Держи, держи! Мне мало! На еще! Ну, смотрите, что еще сделал Герек. Ну, правда, это начиналось из временого мулки. Ну, смотрите. Герек, во-первых, во-первых, конечно, когда пришел к власти, ну, кроме экономической, он подменял все глупости сталинизма. Ну, во-первых, разрешил полякам ездить за границу. Решил полякам даже ездить в США. Да, ну, вот, ну, вот и цепь, которые были выездные визы, а там убрали. Мало того, фактически он начал более-менее устанавливать ну, такие нормальные отношения с капиталистическими странами, что тоже было новости в предыдущем. И в результате, ну, как бы, к Польше начали относиться, типа, ну, страна, причем сам гумолко говорил на французском языке, так дальше. Вот страна статистическая, но она не такая уж махровая. И по этой причине уже в Рына Гамурке ввели переговоры о том, чтобы Польше дали кредит из США, а Герек кредит получил. Ну, сначала немного, ну, получил раз, два, два валюты. То есть, понимаете, какая-то получилась ситуация, что мало того, что он брал в СССР, молодец, мало него, ай, молодца. Он еще и брал и в США. Но вот опять же ситуация, если бы кредиты брали частные компании, они бы инвестировали в развитие бизнеса. Так как кредиты брал государство, то что оно делало? Они брали кредиты, за счет этих кредитов, да, 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 покрывали дефицит, то есть, грубо говоря, покупали те же продукты, ну, не обязательно в Советском Союзе, чтобы покрыть дефицит, то есть, и за счет вот этих денег покрывали то, что, знаете, что произошло? Закупочные цены действительно подняли, то есть, да, фермеры ожили, польские фермеры, но получилось, что у них очень дорого покупали продукты, очень дорого. А розничные цены были очень низкие, потому что, ну, если поднять цены, опять будут. И получалась вот эта разница, ну, я говорю, вот абсурд. Получалось, что молоко на базаре стоит дешевле, чем молоко, скажем мне, молоко, прошу, на базаре стоит несколько раз дороже, а магазин несколько раз дешевле, но эта разница и ложится на госбюджет. Да, там, конечно, Польша, мы инвестировали, ну, что значит, если понимать, что царство инвесторов, это бездарь. Строится госпредприятие, замечательно, но вся прибыль, весь доход изымается, изымается, в результате оно не развивается. Это то же самое, что, скажем так, даже сложно представить, пришли в вашу квартиру, все забрали, говорите, давай, вот это и есть, вот это и есть социалист, потому что социализм получается так, директор ничего не имеет права, то есть, тебе сказали, так, 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 делай, да, тебе дали там сырье, зарплату, так дальше, все, любая инициатива наказуема, уголовно наказуема, а вот исполнил, молодец, все классно, вот это социалист, потому что, если ты социализм, если ты пытаешься, чтобы директор был участник, так это же не то, так же нельзя, социалист это жестко, и, по большому счету, Герка, я говорю, сначала так неплохо получалось, плюс действительно еще кредиты, плюс вот эта помощь, и он немножко вырулил, но, на ненадолго, он вообще-то был до 80-го года, может помните, солидарность, лехваленцы, но это уже был кризис, там по большому счету, уже при Герике, пришлось ввести карточную систему, не хватало сахара, не хватало уже некоторых продуктов питания, а что же вы хотите, вот это и есть, я говорю, что понимаете, консультанты, вы все время рассказываете, а вот, да, это можно было исправить, нельзя исправить очереди, в Советском Союзе, больше пытались, вот по большому счету, ведь почему они пытались, что вот хорошо, вот мы сейчас сделаем, на уровне сельского хозяйства, капитализм, будет все нормально, будет все хватать, и в магазинах будет все, вот в России получилось, не работает, не работает, потому что, если здесь капитализм, а там и здесь социализм, не работает, ну что мы сами понимаем, для того, чтобы оно работало, надо было отменить регулированный цен, то цен должны быть рыночные, и в сельском хозяйстве, и в промышленности, так а где же социализм, нельзя, надо отменить естественно регулированную зарплату, так ты тоже, это же не социалист, и получат, получат, что государство рассчитывало, какие должны быть цены, какая должна быть зарплата, тут социализм, а вот, когда покупали продукты питания у этих фермеров, тут уже рынок, ну кто же так делает, по этой причине, да, уже через какое-то время, опять дефицит, опять нехватка, ну вы сами понимаете, что опять произошло, расходы выросли, и уже те закупочные цены, которые подняли, уже не устраивали, их еще раз пришлось поднимать, еще раз, вот это и есть, вот эта беда социализма, что они пытаются, ну давайте как-то так, что-то сделать, потому что, и действительно, в конце 80-х, вы же наверное помните, солидарность, бунты, так даже, вообще если кто-то, уже во времена Горобачева, приезжал в Польшу, говорит, пустота, нет, там действительно, вот то, что потом пережила, положил Советский Союз, ну как бы, или там уже 90-х, вы пережили, Польша это пережила 80-е, да, ну если помните, там был такой, военное положение, Ярузельский, помните, да, такой генерал, да, и там действительно произошло, потом сняли это Герикова, выгнали, потом там еще был такой Кани, и ставилися Ярузельский, вел военное положение, переругался с США, объявил дефолт, сказал, что он не может погасить, внешние долги, ни американцев, ни Советскому Союзу, да, там была гениальная ситуация, и в результате там действительно, ну если тогда еще хочешь какие-то, начали карточку в систему вводить, причем, там вы даже не представляете, сколько было различных полуреформ, типа, вот, есть проблема, давайте сделаем так, чтобы уголь отпускать по карточкам, гулять, все, давайте сделаем так, что будем производить детское питание, и вот, его можно будет купить, только если у вас есть ребенок, детское питание, там вы не представляете, что это было, там и карточки вводили, а, трудовые коллективы, там специально даже сделали, типа, что, смотрите, трудовой коллектив, вот, чтобы лучше знать сотрудников, он будет распределять талоны на необходимые продукты, класс, класс, не пошло, то есть, что там такое не вытворяли, зарплату потом мы повышали, но получалось как, зарплату повысили, да, вот, зарплату повысили, все, о, все, а потом, товары исчез, есть только на рынке, а на рынке, на 2-3 раза выше, зарплата маленькая, не, действительно, там ситуация получила следующее, что, скажем так, ну, я понимаю, ярузельский генерал, не военный, то есть, ну, странно, что ни один с экономистами не объяснил, что, ну, ты никогда не исправишь, пока ты, ну, вот, говорю, вот эта вся смесь, типа кусочек капитализма, и социализм не работает, ну, не работает, или капитализм, или социализм, но если социализм, это, все не работают, потому что, грубо говоря, в какой смысле работы, с зарплатом платья, социализм, это, полный контроль, социализм, это если вас все, все, все забирают, и потом должны дать, а мой, ты мне дать, вот это и социализм, вот так вот есть, но как только ты пытаешься, он говорит, ну, надо что-то сделать, а не работает, ну, конечно, как вы понимаете, ну, Бальцеровича, вы слышали, по большому счету, там, никакого заслуги его нет, что он сделал, то, что давно надо было сделать, отменили, государственные цены, по этой причине, Бальцерович еще досик, когда приезжал к нам, он рассказывал, вам нужно отменить цены, ну, этот Олух, царь о небесном, подробнее скажешь, он даже не понимает, что в Украине давно рыночные цены, но он просто когда-то, там, в 80-х годах, сделал такой рывок, что надо цены отменить, государственные, и думать, что все такие тупые, не отменили, это было, отменили, естественно, отменили, то, что называется, зарплату, ну, имеется, государственное регулирование, да, заработал, получил, живот, не заработал, все, появилась безработица, официально, да, это же безработица, в Польше не было, все работали, все работали, деньги, да, то, ответ, но, как вы сами понимаете, да, просто шоковая терапия, но, цены там действительно так, взлетели, то есть, ну, грубо говоря, ведь смотрите, в Польше уже, даже при Евразийском, вот когда еще были там, польско-народно, что, на базаре все есть, но очень дорого, и получалось, ты за свои деньги, ну, 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 мало, а потом этот базар перешел в торговлю, и все появилось в торговле, пожалуйста, все есть, и да, действительно, может, не так, конечно, было приятно, но со временем зарплаты выросли, потому в этом-то и сработал эффект шоковая терапия, что, наконец-то, наконец-то, ну, сколько-то прошло, с 57-го года, 10, 57-й, 60-й, 70-й, 80-й, ничего себе, то есть, фактически, Гумолко поставил эксперимент, который был, ну, почти 35 лет, вот он поставил эксперимент, он попытался сделать социалин, где есть, ну, чуть-чуть капитализма, для чего он попытался, ну, потому что он видел, что социалист, который построил, ну, по модели Сталина, не работает, ну, действительно, и понимаете, какая ситуация, ну, все у Польши сделали, все под контролем, ремесники, крестьяне, все, нищета ужасная, есть талоны питания, по им даже нельзя, толком все, товарить, не хватает, ну, нет, нет, крестьяне хотят работать, потому что нож уже не работает, рабочие не хотят работать, военные тоже, то есть, никто не хочет работать, потому что, если социалист, получается, как, ну, нет смысла тебе работать, тебе и так дают зарплату, но ты хочешь, чтобы вот кто-то работал, а ты пришел, что-то взял, а тот тоже не хочет, стимулировать, ну, пару раз можно крикнуть, здраво, там, ура, ура, ну, ура, сильно не срабатывает, и по этой причине думаешь, ну, так хорошо, давайте так, делаем немножечко, рынок, и там это будет стимулировать, да, но немножечко рынок не работает, я вам почему привел этот пример, я вам просто привел этот пример, что вы просто увидели, что невозможно усовершенствовать, социалист, и вот это, что в Горбачев не получилось, это то же самое, что в Гомолку не получилось, да, он фактически где-то повторял этот эксперимент, ну, вот, кооперативы, ну, просто говорю, что это игра свобод получилась, колхозы, да, вот он попытался, Горбачев сделать, ну, то, что Гомолка пытался сделать еще в 50-е года, и ему казалось, что вот мы сейчас вот так немножечко тут сделаем с работы, а не сработал, не может это сработать, и не сработает, или ты делаешь, капитализм, где, соответственно, как вы сами понимаете, рыночные цены, рыночная зарплата, да, безработица, есть богатые, бедные, без этого, но зато экономика развивается, зараза, и есть социализм, где все контролируется, ничто не развивается, ничто не движется, все ждут, что кто-то будет работать за их, и каждый норовит не работать, и куча надзирателей, которые бегают, контролируют, и никакой эффекта, ну, вы же представляете, сколько, ну, и в СССР, и в Польской Народной Республике, было контролеров, ну, кроме народного контроля, это еще, соответственно, плюс, партийный контроль был, куда же там, в СССР, министерство, ведомство, там же, представьте, начальники, полуначальники, все контролировали, причем, вы же понимаете, что значит план экономика, он доводит план, потом есть куча проверяющих, которые проверяют, выполнены план, и ничто не работает, вот это просто причиняется, что, понимаете, чем больше вы добавляете контролеров, тем больше у вас бардака, потому что на любого контролера можно обмануть, перекрутить, да и контролеры, в общем-то заинтересованы, чтобы делать видимость работы, они что, правду не хотят? Потому что в условиях рынка, контролирует самое главное, что? Ваш потребитель, вы под него подстраиваетесь, а условия социализма нет потребителя, соответственно, контролеры это несерьезно. И под конец, что касается вот этих долгов, так дальше, да, действительно, Польша, когда превратилась с Польской Народной в Польской Республике, у нее были долги. Обращаю ваше внимание, то, что она задолжала Советскому Союзу, там, да, там миллиарды, ну, тогда это называлось переводные рубли, это все, это все аннулировали. Ну, смотрите, как ситата. Нет, этот долг остался, но в результате всех там переговоров, конечно, мы то и пришли к выводу, что этот долг списали. Списала Россия. Дельце, ты это приемцы, мне этот долг простили. Да. Что касается американских, нет, там никто ничего не простили. Парижский клуб реструктуризировал эти долги, и Польша их поэтапно все выплатила. По этой причине все эти разговоры, что списали, списали только советские долги. Да. А буржуазные нет. Ну, понимаете, по большому счету, может, и правильно, что списали, кто его знает. Ну, я говорю, там это были не деньги, это действительно, но вот, чтобы правильно поняли, когда вот Ярузельский тоже фактически забрал власть, тогда Брежневу поставляла дропу, да, вот понимаете, что происходило, вот эти все события, чтобы как-то успокоить людей, Советское Судо поставляли продукты питания, товары, чтобы как-то, но, но все равно мало, все равно не хватает. Понимаете, если экономика не работает нормально, сколько ты не убрасывай это в марионеточное государство, ему все мало, мало, мало. Хотя, действительно, как вы понимаете, в СССР люди говорили, вот у нас в магазинах пусто, все в Польшу отправили. Да, 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 такие размеры были, хотя бы в большом счету, в Польше тоже было пусто. А сейчас, ну, смотрите, конечно, когда Польша стала членом Евросоюза, во-первых, у них он в долг вырос, да, 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 не, сейчас мы что-то вправим, когда-то, но госдолг там был, 15 миллиардов, там, 20, не, 15-18 миллиардов в долларах, сейчас там госдолг больше 200 миллиардов, причем-то, но опять же ситуация, смотрите, если почитать все инвестиции, которые инвестировали в Польшу, после того, когда вступил Евросоюз, ну, это вы понимаете, что инвестиции, это имеется в виду, польский капитал, плюс зарубежный капитал, плюс 400 миллиардов, да, 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 что это за деньги? Я много раз вам объяснял, что, ну, член Евросоюза, имеет право доступа к общеевропейским фондам, то есть, другими словами, польская, или там, ну, филиал немецкий, это не имеет значения, какой компания, ну, европейская, они обращаются в фонд, и там ситуация следующая, получают, ну, кредит, фактически, он называет немножко по-другому, да, там условия следующие, часть денег ты вкладываешь в самое, это однозначно, кредит тебе дают не деньгами, чаще всего оборудование, бывает деньгами, спорить не буду, там бывает и некоторые, или действительно могут дать тебе, к примеру, какими-то, ну, услугами, транспортный, то есть, грубо говоря, оплатили за тебя транспортный услуг, да, тоже, как бы, ну, дело нужно, и ты работаешь, ты работаешь, развиваешься, но это все погашает, вроде, ваш этот кредит очень длительный, и очень дешевый, если так, да, действительно, благодаря этому, Польша, так сказать, иначе развиваться, вот, Польша это получилось, Венгрия это не получит, Венгрия тоже имеет право доступ к этим, но у них это не пошло, то ли Венгрия не получилось, не получилось у болгар, у Румынов получилось, самое лучшее, получилось в Словаку, вот в Словаке больше всего выиграли, даже не поляки, от, чтобы в Евросоюз, они действительно очень удачно воспользовались, сейчас, ну, действительно, их очень большой рост, да, в Чехии хорошо получилось, ну, по Прибалтике и Эстонии лучше всего, в Литве хуже всего, ну, если так посчитать, ну, но, чтобы правильно поняли, членство Евросоюза, да, Польша помогла, сильно помогла, но не потому, что кто-то что-то им давал, или что-то писали, они брали в долг, понимаете разницу, брать в долг и давать, это необычная разница, но у них действительно это сработало, и сейчас, да, действительно, ну, понимаете, как бы, вот сейчас, если сравнить Польшу и Советскую Польшу, небо и земля, потому что, ну, да, действительно, получилось, что полякам пришлось прижить несколько катаклизмов, несколько вот этих ужасных переделочередей, карточек, да, ужасно нищеты, это факт, то есть, действительно, моменты были, когда, ну, Польша даже, наверное, скажем, была беднее, чем в СССР, на каких-то этапах, да, по сравнению, и действительно, но сейчас, небо и земля, вот, что значит, нет социализма, видите-ка, атака ситуация, ну, что ж, на этом видео закончим, вы можете сделать выводы, написать комментарии, мысли выспешуи, а пока будете думать, я поставлю такую, ну, заставку, картиночку, но это очень старая Варшава, такой Варшавы, нет, она есть такая, но уже немножко другая, ты, 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 你說,